и вот опять иду я на прогулку щебетят течки солнышко светло как хорошо идти пешком по парку при этом все так просто и легко то есть не надо чтобы заморачиваться заморачиваться вчерашний стрим мое видео неожиданно под названием неожиданно для них а если они то ли и что там было или не было я понял для себя одну такую вещь подсказки о своем организме о своем сознании вообще о тебе о других людях все это имеется просто-напросто надо более внимательно относиться к тем или иным явлением которые происходят которые окружают и тогда многое проясняется и это можно использовать а если как-то так света поверхностно знаете бум шаля ля ля бум хорошо только я знаю хорошо только я знаю у кого любовь бывает на троих вот с таких позиции тогда и получается там докажите покажите а я не верю а я проверю но пожалуйста доверяйте проверяйте лично для себя я понял одно важно чтоб ты сам себе что-то доказал понял стал применять и успокоился человек такой такой беспокойное существо тогда когда что-то не понимает что-то для него не ясно и вот он чё-то может пугаться чё-то может отвергать доброго здоровьица хорошо хорошо только тем я знаю хорошо только тем я знаю у кого любовь бывает на троих а может и на 4 а может и на 5 да какая разница любить надо всех до кого рука дотянется хорошо я знаю хорошо я знаю что люблю я всех до кого дотянусь а до кого не дотянусь люблю заочно подобное настроение надо создавать надо создавать учиться этому искусству создание настроения видеть видеть красоту вокруг и тогда будет хорошо я знаю хорошо я знаю что любовь бывает большую такую светлую красивую и ты находишься в любви она находится в тебе и ты тогда от счастья поешь понимаете вот уже добрались до понятия счастье счастье опять таки у каждого свое понятия счастья лично для меня это состояние 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 когда ваше состояние 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 состоит Оно у вас имеется, Оно у вас имеется. Хорошо я знаю, Хорошо я знаю, Когда любовь бывает ко всему, Когда она бывает ко всему. И ты, как частица этой любви огромной, В ней купаешься, как в океане роз, В океане счастье. И любовь, как счастье, А счастье, как в любви заполняет словно океан. Хорошо я знаю, Хорошо я знаю, Когда ныряешь, И не выныриваешь из океана. О любовь и счастье, О любовь и счастье, Все это окружающая жизнь. Вот тогда я и знаю, Вот тогда и понимаю, Что должен ты быть счастлив, И любим, и любить. И это все называется жизнь. Ну вот так как-то. А тем временем, Я хожу. И солушки поют. Мой весельчак. Буйный расцвет природы. Энергетика в космосе поменялась на нашей планете. Идет мощный прилив космической жизненной силы. И все на планете, Ну, по крайней мере, на нашем полушарии, Под воздействием этого мощного жизненного стимула Проявляет себя, цветет, поет, плодится. Естественно, это отражается и у нас. Соответствующее настроение. Гормон играет со всеми вытекающими последствиями. Вот вам и биоритмология. Хорошо я знаю, хорошо я знаю, Бывает тогда, когда с утра по парку ты идешь, Идешь, идешь. Хорошо я знаю, хорошо я знаю, Когда любовь бывает, есть и будет, И ты весело шагаешь, и ты весело шагаешь, Весело шагаешь, и внутри поет. Каждая клеточка это слышит, Каждая клеточка это слышит В твоем теле и вокруг. Аура, аура, аура. Очень важно соединиться, так сказать, с аурой земли. Почувствовать себя единым, а не оторванным, Несчастным и брошенным, а единым. А вокруг что? Жизнь да любовь. И тогда ты плаваешь, плаваешь в этом океане счастья. И тогда ты знаешь, и тогда ты понимаешь, И тогда оздоравливаешься красотой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо. Вы знаете, хорошо. Я себя ещё больше взвинтил. Как я сказать, бывает радость. Радация радости. Интересные вещи. видите, постигаем радация радости то есть так, как бы сказать приятная новость далее так сказать, приподнятное настроение и в конце концов может быть восторг и даже, как говорят, экстаз кульминация кульминация радостного состояния ощущения экстаз экстаз просто от того, что ты живешь о! эко я как закрутил вот, попробуйте жить в экстазе в жизненном экстазе который бушует на нашей планете постоянно постоянно планета хотите того, там не хотите она живет именно в радости она все это дарит жизнь все бери бери все твое и кто-то берет по полной а кто-то кто-то замкнулся и все и он не может подключиться к этому источнику жизнедателю хорошо я знаю хорошо я знаю хорошо я знаю знаю я знание, как говорится, сила знание взбесила знание одарила но в Сибирь не увела знание это сила знание это любовь а знание это с какой-то стороны даже счастье познать жизнь познать жизнь познать жизнь и самого себя в жизни это же так интересно это так приятно это так здорово это так оздоровительно в конце концов то есть вот во время простой ходьбы начинать как бы сказать генерировать в себе возвышенную радость тот творческий момент именно возвышенная радость самая тоненькая радость самое тонкое ощущение самое мощное ощущение которое обладает творческой силой и за счет этой силы омолаживает свой организм а также всю планету в которой ты находишься если так мыслить совершенно иные результаты если мыслить что только себя будут другие результаты то есть всегда надо ставить такие цели побольше и тогда получится очень хорошо и очень хорошо и с вами может заговорить сама Вселенная это очень удивительное явление слова у вас пойдут изнутри ямера мироздания и глубина и ширина и воплощение знания я корень слов источник жизни и миров я формирую бытие свое ее Вселенной всей источники любви своей которой космос заполняю я так живу и процветаю и буду жить и процветать любовь и счастье воплощать заполнить им все миры где буду я где будешь ты ведь я и ты две меры этой красоты спой песню соловей молодец и соловушка поет хорошо я знаю хорошо я знаю когда любовь 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 вокруг тебя окружает в тебя проникает дышишь ты любовью и выдыхаешь ты любовь что это уже смотрите это уже колосики то есть жизненная сила земли выгнала уже семя через растения сколько энергии сколько какой огромный потенциал жизненной энергии все это проходит мимо его же можно взять а как взять взять с помощью радости взять с помощью любви и поблагодарить при этом все цветет хорошо я знаю хорошо я знаю хорошо я знаю что живу жив живу и живу жив живу живу буду жить и даже пень весенний день березкой стройной быть желает а смотрите как пень зацвел действительно зарубали дерево дерево зарубали а он из корня дает а он из корня дает а как дает вы посмотрели на мое поведение для некоторых оно покажется каким-то странным если не более так вот смотрите если человек в общении сдерживает себя в общении с природой вот вообще что такое сдерживание это стоит блок на том или ином уровне ну прежде всего стоит на уровне мысли раз это так то все эти блоки сдерживания контроля за своим так сказать поведением приводит к тому что они не позволяют вам соединяться с творческими энергетическими жизненными целебными пластами вселенной вы это блокируете теми или иными установками а именно это нельзя так себя вести вот это там говорить можно это говорить нельзя и так далее и тому подобное то есть и тут возникает возникает понятие открытости но в то же время такой открытости которая бы не затрагивала как-либо негативно других людей и вообще природу в целом вот она не затрагивает то есть вы открыты вы будем говорить фонтанируете вы впитываете в себя но при этом вы не наносите вреда или еще как-нибудь какого-нибудь там морально-эмоционального ущерба окружающим то есть вы сами то есть вот такое поведение в данный момент я хожу сам соединившись с матушкой природой и никого не затрагиваю вокруг нет людей чьи бы чувства я как-то бы затронул а тем более оскорбил то есть нету такого понятия в голове и вот вот это вот грань между как бы сказать вседозволенностью которая начинает как-то надоедать и вредить окружающим и открытость вот я сказал открытость у меня сразу изменилась изменилась моя так сказать система тонких тел открытость чтобы вот открытость вы будем говорить мир-то вас сделал с любовью вселенная вас сотворила с любовью и вы вот эту любовь дарите обратно и чтобы вот это происходило аж мурашки побежали у меня по коленкам чтобы вот этот обмен любовный между природой планетой вселенной вот и вами он был такой обоюдный одно перетекает в другое и как бы сказать вот матушка природа нас одаривает жизнью а мы понимаем что это величайший дар который мы получаем от вселенной от планеты взамен ей дарим любовь жизнь любовь жизнь любовь и солушка поет вот вот интересные такие вещи с этой целью с этой целью уединяются для того чтобы никого не оскорбить для того чтобы никто не мешал потому что люди что-то случилось такое мол а не изолировать ли его слишком он веселый а мы такие тут озабоченные вот вот все это происходит происходит во время прогулки когда вы сконцентрированы или можно так сказать растворены в окружающем вы даже не чувствуете своего тела это своеобразная медитация такая начинается вот вы растворены ощущаете жизнь ощущаете энергию жизни в результате чего у вас возникает восхищение и вот это восхищение в виде так сказать эмоций любви благодати благодарности изливается обратно и вот тогда вы такой такая частица нужна вселенной поэтому ее надо поддержать надо сделать здоровой чтобы она продолжала это делать а закрытые люди так вот вот что это там бывает там синдром хронической усталости он возникает у тех людей которые закрылись в себе сконцентрировались на своих проблемах им стало неинтересно жить им стал неинтересен окружающий мир все они себя выжгли и вот вам и синдром хронической усталости неинтересна ни работа ни семья ни общество ни окружающая природа ничего неинтересно и тогда человек раз ему ничего неинтересно кстати именно интерес ко всему вот почему мне все интересно именно интерес способствует тому что вы начинаете взаимодействовать с окружающим миром вы еще развиваетесь вы еще юны вы еще растете когда вы интересуетесь а как только не интересуетесь раз мир вам неинтересен вы неинтересны миру это так все очевидно поэтому чтобы выйти из депрессии депрессника хотел сказать все не получилось вот надо найти якоря за который вы можете уцепиться новый якоря в жизни бывают моменты когда то что для вас считалось важным там хоп разрушилась там по разным отношениям по работе там какие-то неприятности вот что-то семейные там вы считали отношения раз разрушились и дружеские и прочее прочее ничего страшного в этом нет а наоборот это естественно естественно вы получили опыт и вам дается другой опыт для того чтобы вы росли дальше и вы находите новые якоря которые помогают вам восстановить ваши отношения с окружающим миром наладить понять все что не делается в окружающем нас пространстве все это делается для нас с целью нашего развития развития вселенная хочет чтобы мы развивались она сама развивается то же самое желает чтобы и мы развивались то есть не отставали от ее развития и поэтому такие ситуации различные раз раз подбрасывается вот ну и вы начинайте начинайте думать думать любая ситуация которая навалилась на человека заставляет человека призадуматься а так ли это а не так ли это а что дальше а как дальше и конечно когда вы понимаете что вы сделаны с любовью вам дано тело вам дана сама жизнь вам дана и дух и душа и вы частица вселенной вот все для вас так сказать сделано и это тот источник который который любит он уже он уже вас давным-давно любит и все для вас делает но вы то не понимаете это и когда вы поймете это что вот он так относится то естественно это как бы сказать единственно надежное ваше прибежище обычно его называют богом вот которая которая вас вытянет с любой ситуации ну надо это понять надо к этому прийти надо к этому обратиться а не просто я верю я не верю а кто докажет а не докажет а кто видал а не видал то есть есть вещи вот например как наша жизнь как наше тело как наш разум которые настолько очевидны и которые пришли там не откуда-то через маму с папой а пришли оттуда оттуда и вот тогда начинается так сказать настоящий бог настоящая вера и прочие отношения и тогда я знаю и тогда я понимаю что бог есть и бог во мне а я в нем вот эта вся вселенная вот эта вся планета все это для меня и я а я для нее интересно как каждая клеточка в нашем теле вроде бы она живет сама по себе там но место само место ей наделил кто наш организм вещество вещество кто ей дал наш организм функцию кто ей дал наш организм и поэтому поэтому она как малое дитя смотрит в сторону организма находясь в нем саму и естественно реагирует на сознание которое управляет всем этим организмом и как только начинаются положительные эмоции настроение мы хвалим свой организм хвалим там органы клеточки радуются клеточки радуются и не как бы сказать в свете жизни в свете вот такой вот атмосферы любви прекрасно работает как только сознание начинает ага вот реагируют на внешние какие-то сигналы причем негативно раздражаться негодовать значит уходить в депрессняк клеточки эти вот буквально такие знаете у каждой клеточки свое собственное сознание съеживаться то есть возьмите яйцеклетку вроде это клетка но это уже уже с нее получается о человек так и каждая клеточка она имеет свое собственное сознание и как только она чувствует энергетический посыл негатива от эмоций какой-то от переживаний ну и естественно депрессняка то сразу все хоп перестает работать вот казалось бы казалось бы смотрите вот какое отношение имеет клетки организма к нашему эмоциональному состоянию если рассматривать их да правильно если рассматривать их как комбинаты которые вот знаете вот с точки современной должны там производить производить идут физиологические процессы и все то есть хорошее настроение плохое настроение они должны так же работать какая им разница идут биохимические процессы и что на них повлияет кроме температуры там допустим и среды по ашам и ашам и так далее а нет как только меняется эмоциональный фон в организме так сразу же меняется работа клеток они только опа и тоже уходят в депрессняк то есть они уже не работают они коптят а раз так значит вот такие вот вещи получаются вот такие-то дела такие-то дела добро здоровьица хорошо а я знаю хорошо я знаю когда любовь бывает здесь и там вот поэтому чтобы опять-таки в который раз я повторю выйти из депрессника надо поменять свое отношение то есть мировоззрение в первую очередь все зависит от мировоззрения многое зависит мировоззрение и дальше уже пошло 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 поехало хорошо что я знаю хорошо я знаю вот вот кстати трава Сейчас трава растет, жизненный цикл у нее пошел, наступает осень, зима и часть надземная отмирает, вся жизнь сосредотачивается в корне. И можно сказать, вот все, растение умерло. Наступает новый сезон, весна, и жизнь, которая была в корне, и имелась в корне, она начинает опять пробиваться. И опять вроде бы как живет. Можно сказать, что это новая жизнь. Да, вроде как новая жизнь растения, но идет она из старого корня. Подумайте над этим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброго здоровья и до новых встреч!